Чем занимается арт-терапия? Это работа с настроением, с тревожными состояниями, это постстрессовые, все посттравматические синдромы. Как раз-таки вытащить из человека огромное количество каких-то засунутых проблем, вопросов, которые он просто не может пустить в сознание. По факту улучшает качество жизни, делает ее более комфортной, более насыщенной, более полной. Меня зовут Александра Шульскея, я арт-терапевт. Изначально я художник, а потом психолог. Сейчас совмещаю это в практиках арт-терапии. Это самый же мягкий способ вообще психологии, любой психологический. Это самая-самая мягкая помощь, которая возможна с точки зрения психологии. Мы создаем какой-то арт-объект, не от себя говорим, а как бы объект говорит. То есть это такое дистанцирование, которое позволяет сказать огромные вещи. Ну, как знаете, часто используют, что типа, вот у меня есть друг или у меня есть подруга, у нее такая проблема. Арт-терапия примерно работает вот так же. То есть это не я, это моя работа говорит о том, что и все. То есть это позволяет как раз-таки вытащить из человека огромное количество каких-то засунутых проблем, вопросов, которые он просто не может пустить в сознание, потому что он не хочет, или он там ленивый, а просто потому что срабатывают наши психологические защиты. Наша психика нас бережет, и даже если что-то серьезное сидит там, еще болит, мы так никогда через голову это не выпустим. А образами, символами мы можем это мало-то что выпустить, мы можем наконец-то это осознать. Еще большой плюс арт-терапии в том, что на каждом сеансе вы доходите только до той глубины самопознания, на которую вы сейчас вот готовы. 42% скажем так, чем занимается арт-терапия, это работа с настроением, с тревожными состояниями, это постстрессовые все посттравматические синдромы, это аддикции, это всякие зависимости. У арт-терапии могут быть разные мишени. Есть лечебная мишень, это когда есть какие-то проблемы, которые надо лечить. Есть профилактическая мишень, есть мишень развития. То есть, допустим, у человека достаточно все хорошо, но он хочет заняться саморазвитием, улучшить свои какие-то жизненные навыки, либо пережить какие-то травматические воспоминания из прошлого. В этом случае арт-терапия идеальный способ, особенно групповая в этом случае, потому что она как раз-таки помогает увидеть какие-то слепые пятна в своей жизни. То есть, по факту улучшает качество жизни, делает ее более комфортной, более насыщенной, более полной. Во-первых, арт-терапия – понятие очень глобальное. То есть, в общемировой практике, центр арт-терапии у нас – это Англия и Америка. Арт-терапия предполагает многие направленности, многие модальности искусства. Это вокал, скульптура, поэзия, театр – это все может быть использовано в терапии. У нас в России арт-терапия более используется прямо, и это чисто изобразительная какая-то деятельность. Есть такое понятие, как интермодальная терапия искусством. Допустим, я использую в своей практике интермодальный подход достаточно часто. Вначале мы можем что-то рисовать, визуализировать. Потом мы можем от лица работы написать какое-то послание, стихотворение, история, сказка. Это уже такой отход к нарративной психологии. Потом в конце мы можем, если я вижу, что человек достаточно свободный, расслабленный, я могу попросить изобразить движение телом, состояние, ощущение. Смысл терапии в том, что мы работаем с тем каналом личности, который у него наиболее развит. У кого-то это слух, у кого-то зрение, у кого-то руки, у кого-то тело. Неважно, какой вы выберете вид искусства, но главное выбрать то, что вам действительно нравится, что вас расслабляет, вдохновляет, и найти уже специалиста, подходящего под ваш вид искусства. В арт-терапии есть направления такие, которые сейчас на самом деле многие люди делают, но они сознают это видео и фототерапия. Допустим, большинство блогеров, почему они становятся такими успешными? Не потому, что они это хотят, потому что для них вот это вот снимание, сторис, это дикая терапия. Ты смотришь себя, это принятие себя. В арт-терапии различные материалы помогают решать различные задачи. Допустим, если это какая-то тревожность, это какие-то сильно эмоциональные тяжелые переживания, то лучше всего работать с материалами, которые касаются рук. Это может быть пастель, это могут быть краски, это может быть песок, это может быть пластилин. То, что вы можете физически потрогать. Опять-таки, если мы используем карандаши, фломастер, либо кисточки, то, соответственно, мы как-то немножко дистанцируемся от работы. Это полезно, когда вы только пробуете арт-терапию на первых этапах, чтобы не было. Если вы совсем не хотите рисовать, и вам это кажется не ваше, абсолютно непонятно, то тоже есть хороший вариант – это коллажирование. То есть вы смотрите какие-то образы, которые вам цепляют. Наша задача не создать какую-то красивую картину, а как раз-таки разбудить ваши чувства, ваши эмоции, отключить голову и выдать какой-то арт-объект, который будет отражением вашего внутреннего состояния. И в этом плане очень хорошо подходят коллажи, потому что вы просто смотрите, медитируете, расслабляетесь, и бац, вас какая-то картинка высыпляет. И вы пытаетесь понять, что это в соответствии с заданием. Вам хочется этого или вам, наоборот, это не нравится. То есть главное, как сказать, прислушиваться к себе и реагировать на свои чувства.